привет всем меня зовут дмитрий мы с вами снова играем 60 секунд в прошлый раз закончили на правительственном бункере давай попробуем еще разок может быть что-то что-то еще интересное здесь есть то есть наверняка здесь не одна концовка там две там три я не знаю нам нужно с радио остаться короче на связи нам нужно оставаться вот я примерно вот это предполагаю да попробуем играть за теда что это но он все-таки это силен и опять же на малыше потому что но малыш это малыш так так подвинул кружку чтобы она мне не мешала так смотри здесь пиздюк здесь водичка здесь пожрать здесь что здесь такое это что такое то ружье так ружье какая-то херобора я не знаю чуть такой может быть патрон может быть что-то еще аптечку не нужно фонарик 5 5 5 тихо 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 шашки беру шашки суп вода и еще вода бежим жим так долорес изюхляет сюда долора сама дает 2 3 так водичка раз ружье вот эта херня вот эта херня бежим долорес тараканов травить тараканов не потравишь топором то ну а питание будет попить ты нечего будет пить ты нечего будет на сейчас я застрял переиграем мне не понравилось как я начал как я начал мне не понравилось я хотел взять побольше самое главное мне нужно радио мне нужно найти радио где она находится как топор и давать вообще отлично смотри радио здесь все есть так так давай по сути я все вижу все что мне нужно давай раз два три погнали да возьми и пиздюка давай возьмем бежим главное пиздюк пиздюка надо взять потому что он конце концов он самый важный персонаж здесь замок тоже взял на всякий случай так ты же аптечку тоже надо взять это просто первые русские хера не останется у нас не здоровье ничего противогаз и долорес связь дальником ты самое важное бежим фонарь фонарь наверняка будет нужен жадность жадная жадная жадность радость воду не взял еще страшно радио главное с собой тиме тоже вроде как с собой долорес тоже вроде как со мной аптечка аптечки нет аптечку я не взял аптечку я забыл и хер на эту аптечку я аптечку то я особо то и не хотел я ее нашел после есть аптечка нет аптечка есть аптечка нет аптечка есть аптечка хорошо так смотри слава тебе господи что она здесь была почти всем удалось добраться до убежища почти здесь пока что нечего делать с корма начнем придумать рецепт из блюд из консервов так мы с тобой тоже читали наши полки полный банк супом не будем и есть из них будем спать на них даже будем что-то там что-то там чё мы даже будем разговаривать с консервами так все у всех все хорошо еда вода вроде как есть четырех банок хватит есть что потом обменяем что нибудь книга скаута самый главный тоже есть противогаз есть аптечка есть все все будут здоровы живы вы в таком маленьком убежище много не поделаешь поэтому мы подумали а почему бы нам немного не поиграть ведь игры не только для детей правильно все это и правильно придумал давай так но первые пару дней можно спокойно пропускать типа там нет ничего интересного 10 секунд играли в прятки потому что сигность на миг погас свет в тэд сказал что в жизни не происходит ничего нового долорес выглядеть неплохо тимми нил в наилучшем состоянии интересно как долго продлится они пока ничего не хотят тимми отправляем нахрен пусть идет гуляет по пустошам был запас патронов но теперь они куда-то затерялись мы не мы не знаем когда и куда наверное мы их куда-то положили нужно их как можно скорее найти и давай фонариком поищем оружие то не есть ружье есть самое главное ружье есть тоже патрон смысл без ружья из пальца не постреляешь правильно правильно смотри-ка напряженочка пошла патроны есть нашли патрону патронная обойма лежала под консервной банкой и жаль что панка пуста но по крайней мере у нас есть патроны без воды не протянет долорес не протянет без воды попить тимми короче все хотят уже немножко попить но ничего страшного некоторые говорят некоторые горят большим желанием выйти на поверхность тимми пойдет тимми пойдет и пойдет он знаешь в чем противогазе и возможно он его не порвет четвертый день четвертый день это уже хорошо четвертый день это уже знаешь ли то гуго тимми вышел на пустошь нужна вода теду да так обезвоживание обезвоживание водичка водичка блять три с половиной надо было воду все-таки схватить но не хватает иногда прям дрочишь в в комнате когда бегаешь по дому точнее еще на сборах нажимаешь на нее он не собирает ни хрена и он не хватает обидно как всегда делали что на думали что наша жизнь могла быть намного лучше так было до того как упала бомба теперь мы думаем что жизнь могла быть намного лучше так что в какой-то степени немного немного ничего не поменялось до грустно конечно чё поделаешь стуча в дверь сладкие воспоминания сладкие воспоминания сладкие воспоминания сладкими воспоминаниями но мы должны быть готовы ко встрече суровой реальности никто не хочет пить все хорошо так нет ничего более странного чем стук в наше бомбоубежище то это мог быть рисую своими жизнями открыть дверь конечно мы будем всегда рисковать жизнью потому что смысл тогда в этой игре это самое главная цель этой игры риск рискнуть и выиграть приперлась датюрка-то сумасшедшая тогда нам воды точно не хватит глава чтоб тим перетащил когда мы открыли дверь ту ожидали проблем больших или маленьких и мы никак не ожидали увидеть дверях нашу мэри джейн она сказал что пережила взрыв спрятавшись в холодильнике какая умница мэри джейн сильно устала сходит с ума да она и там не особо умная была так что все в них и не поменялось я сказал что в его жизни происходит ничего нового хорошо так чё она там хочет устала сумасшествие долора все хорошо ты все хорошо воды мало мало воды еще минут назад все было в порядке но сейчас мы уже готовы перегрызть друг другу глотки как как это произошло это просто безумие нам нужно как-то взять себя в руки чтобы выжить может утром пройдет возможно там внизу какая-то хреновинка было снова вот эта запись и ее нужно будет сейчас прочитать так мы почти не спали после этой ссоры будем надеяться что это больше не повторится мэри джейн все еще не может справиться с собственными мыслями к тому же ее продолжают беспокоить ночные кошмары так у этого обезбоживания не жажда 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 все хорошо еще мы уже собирались пойти спать но кто-то постучал в дверь кого принесло в такой поздний час тиме может быть вернулся да конечно открыть стоит на почему нет опять я не нажал на микробика на этого ну восьмой день ой ой как оказалось это был загадочный но приятный парень в странном костюме он дал нам немного банок с супом это поможет нам выжить в ближайшие дни открыть рук оказалось не очень хорошей идеей кажется мы подхватили какую-то ужасную болезнь этот кашель против то сводит с ума тет голоден на вид тет уже одной ногой могиле ему нужна вода блять обезвоживание 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 знаете ли вы что наша дорогая мэри джейн ведет дневник оказывается все это время напрятал его в энциклопедии скаутов похоже выбора у нас нет остается только зачитать дневник вслух по ролям верно да только сначала посмотреть нужно машина мороженщика да хорошо сейчас соберем ее да конечно прочитаем она и так болеет она все равно умерла я не буду ее лечить потому что вы 8 сам ее лечить тиме вернулся гляди водички водички принес отлично молодец какой еще и не порвал этот противогаз такой красавчик нам удалось прочесть лишь первое предложение как вдруг глазах потемнело но мы ощутили прилив боли сильнейший боли дневника больше нет давайте закроем эту тему и больше никогда не будем к ней возвращаться мы так боялись за тимми но все же он вернулся с пустоши и теперь он в безопасности мы обнаружили что супермаркет стал логовом бандитов они вооружены опасно иногда они покидают свое убежище чтобы кого-нибудь чтобы кого-нибудь ограбить 6 хоть это и не безопасно мы решили пробраться туда и выкрыть что-нибудь у них мы осторожно прокрались магазин и благополучно позаимствовали у негодяев несколько банок супа и спойлер с водой 6 банок с водой красава не вылечим мэри джейн то кто знает что может произойти мэри джейн продолжает вести себя довольно странно не похоже на ту счастливую умную девчушку которую мы знаем дед был ранен голодание ну тут можно уже раздавать запас ничего страшного голодать так поешь ты у нас с тобой голод усталость ничего страшного поспишь хорошо будет все наш город все еще сильно загрязнен радиации путешествие сейчас опасные для здоровья можно т.д. отправить может быть он еще чуть-чуть притащит во что хотя пока знаешь я не знаю стоит ли высовываться вообще хотя кто не рискует правильно же ты да может отправить нафиг он пусть гуляет идет по пустошам хотя может доллар из отправить давай доллар из отправим но очень мало знаем о том что происходит на поверхности хорошо бы услышать хоть что-нибудь например узнать что кому-то удалось спастись радиоприемник был как нельзя кстати давай давай послушаем ради ву вдруг там что-то интересное наверняка там что-то расскажут сейчас уже сидит ногами на стуле мать свихнулась совсем нам удалось поймать сигнал и прослушать экстренные сообщения правительства угадать что мы услышали отличные новости большинство радиоактивных осадков развеялась и теперь все будет безопаснее так хорошо ладно мы посмотрим сейчас кому нужна вода кому не нужна вода ушиб голод 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 голодание ты пойдешь и пойдешь противогазе пошел может быть сейчас притащит еще 10 банок с водой и с едой мы вообще никуда больше не пойдем просто будем сидеть и ждать бедный тимми ему не позавидуешь он сидит просто рядом с курочкой курочка и курочка сидит на на жердочке и я вот не знаю что от нее ждать она может быть ударит сейчас его и съест снарядился этот противогазом и ушел так тимми врат так если мы скоро не вылечим мэри джейн то кто знает что может произойти мэри джейн все еще не в своем уме мы очень переживаем но ничем не можем ей помочь мэри джейн умоляет чтобы дали ей воды так что там было еще написано ничего жажда голод сумасшествие болеет голод жажда голод и жажда это не обезвоживание и не голодание тоже все хорошо а вот у этого обезвоживания ответственного надо покормить ой попоить правильно правильно да все верно мы всегда мечтали устроить вечеринку с огромным тортом какой-то причине тайна это я читал уже 12 день с тобой в первый раз 22 дня по моему дошли до а всего был 50 мы сможем нормально жить даже в торонто вопрос только в том как мы найдем лодку чтобы туда добраться мы слышали что это лучший способ опасть в европу далорус не ела некоторое время долорус дольше не протянет без воды так мы это и узнаем вот из этого обезвоживание обезвоживание голодание и все но у меня блин 8 бутылок с водой и аж целых 10 банок с супом это офигеть как много переключая радиочастоты мы наткнулись на какой-то странный сигнал несмотря на страшные помехи и шумы нам удалось различить голос говорящий вещал не иностранном языке а что если это русские возможно нам стоит послушать их разговоры но как же дети давай послушаем чё плохого кто-то стучит в дверь поняв что это не русская речь мы успокоились хотя и ненадолго вскоре выяснилось что это канадцы а хрен резьки как известно не слаще так что нам все равно ничего не удалось понять какая досада но мы послушали радио и повеселение немножко нарастал все-таки так голодание пожри немножечко так сможет завалять голод усталость голод все хорошо до того как мир превратится в жестокую обезжизненную пустошь практически каждый житель этого города был нашим другом включаясь старика джима который часто шатался по нашу улице без дела и всегда с нами здоровался как-то раз мы хотели его навестить и он дал нам свой адрес парк такой шутник этот старик джим как оказалось он пережил взрыв и знаем и знаем мы это потому что сейчас он стучит нашу дверь и спрашивать не нужен ли нам камень конечно нужен давай камень давай камушек принеси нам камушек может быть там что-то купать телефон не хрена здесь телефон есть а где он я не вижу здесь телефона мы открыли дверь и улыбнулись старику он с большим энтузиазмом начал показывать нам свой богатый ассортимент камней и убеждал взять один в подарок на память мы согласились выбрали самый красивый и попрощались придраться нам ни к чему это действительно хороший камень джим сказал что принесет нам удачу ну что ж посмотрим так хорошо нам дали нам дали камень это здорово голодание голод все хорошо мы не думали что нам позвонят так скоро после атомного взрыва вот мы четко слышим звук звонящего телефона снаружи это наверное с телефонной будки по другой стороне улице может мы должны поднять трубку сумасшедшую при джейн отправим а акачу и уже хуже не будет она он уже красная соплями из изливается и ногами на стуле сидит хуже уже точно не станет никому даже от ее потери если что вдруг когда мы подняли трубку услышали вздох облегчение по другой стороне человек представился уцелевшим из хилвэлли что-то наверное испортилась на линии короче сбросил да я понял чё кому там попить жажды голод и своем уме уши выкинуть нахер отсюда обезвоживание на попей пока у нас есть запас воды и еды мы конечно можем сидеть заперти но рано или поздно придется отсюда выйти в таком случае хорошо бы сразу направить какое-нибудь безопасное место а не искать приключение свою голову у нас одна надежда на наших отважных солдат которые придут и заберут нас надежно спрятанное обеспеченное всем необходимым государственное убежище вот ими были комиксы об этом так что мы свято верим что это правда все что нам нужно сделать это связаться с военными дождаться дальнейших указаний от мирно настроенных обитателей пустоши и здесь все сюда приходит к военному вот этому как его к правительственному убежищу а кто фонарь сломал хорошие новости власти объявили по радио что собираются выкулировать уцелевших наших окрестностях диктор просил всех слушателей подождать еще чуть-чуть и ожидать дальнейших указать указаний через пару дней мы скоро выберемся отсюда мэри джейн совсем измучили ночные кошмары она теперь наотрез отказывается закрывать глаза так как боится увидеть чудовищ которые не дают ей покоя в отчаянной попытке избавиться от них мэри джейн решил проглотить батарейки от нашего фонарика по ее словам они должны были дать ей достаточно энергии чтобы не спать по крайней мере неделю и хотя нам это показалось маловероятно сегодня мэри джейн намного живее она сидит прямо и пристально смотрит на нас широко раскрытыми глазами правда она и дальше бормочет от человека подобных мутантах в убежище плохи дела сломал фонарь и дура-то так короче короче мэри джейн скоро кукушка поедет и нас всех съест ночью не существует подходящего времени чтобы шататься по зараженным радиации пустошим но кажется в этом начну в новом мире друзей других вариантов нет мы подумали что чем раньше мы это сделаем тем лучше и запланировали небольшую вылазку успели мы сделать двух шагов как какой-то неизвестность что зарычал на нас темноте у нас было все несколько секунд чтобы решить что делать но ружье конечно мы сейчас его опять сломаем скорее всего да да скорее всего да о вернулся порвал опять своей большой башкой противогаз дружок товарищ быстро выстрел из ружья достаточно было там спугнули короче этого зверя ты отвернулся кто мог подумать что деревянная мебель так долговечна в руинах одного из городских зданий мы обнаружили письменный стол и несколько книжных полок по ним мы поняли что это должно быть обломки городской библиотеки и решили осмотреть их две воды минус один противогаз ладно воды хоть до хрена кошмар мы про повредили противогаз транспортное средство но в темноте было ничего толком не разглядеть может быть во время следующей экспедиции нам удастся узнать в нем побольше ой блин как обидно-то противогаза то больше у нас и нет хочу у тебя там усталость ушиб маршрут этой все-таки дать чё-нибудь таблетка на ты тоже поешь давай мэри джейн отправим нужно здесь опа а здесь нет мне вот это все не нужно спасибо у меня сейчас достаточно еды воды чтобы не исторговывать все свои важные полезные вещи каким-то людям с улицы вот что конце концов мы решили что предложение нам не подходят когда-нибудь вернется возможно этот продавец окончательно теряет рассудок если мы дальше будем вообще обращать внимание на ее стран не будем обращать на ее поведение а она потеряет это все понятно усталость жажды голод голодание поешь голод болеет так все хорошо так некоторые говорят горят большим желанием ступай подружка с водой моск да с едой отправим пусть хоть с едой пойдет я просто не знаю она типа пиздинка с небольшой поэтому она скорее всего здесь не понадобится уже она может нас поперебивать вот это вот конечно будет обидно поэтому я решил ее сразу либо она принесет пользу либо она просто уйдет и и не будет нам причинять вреда вот и вся история так ты от голоден т 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 так что там устал с обезвоживания обезвоживание нажжет голод обезвоживание голоданием на поешь мы запяты в крошечном бункере и у нас очень мало запасов мало если мы хотим выжить у нас стало время прибегнуть более отчаянным мерам мы знаем что неподалеку прячут в руинах местного дома престарелых обитая группа пожилых людей у них наверняка есть какие-то запасы и на наш взгляд мы нуждаемся в них больше. Благополучие нашей собственной семьи как важнее, правда? Нет. У меня достаточно запасов, чтобы выжить? Очень достаточно. Грабить невинных людей? Нет, нет, еще раз нет. Мы же не дикари, нельзя опускаться так низко. Мы не должны забывать о своих ценностях даже в такие смутные времена, особенно в такие смутные времена. Давайте будем примером для подражания и оставим этих бедных людей в покое. Вот-вот. Долорус не ел некоторое время. Кто-то рисует тут. Очень красиво, кстати. Так, ты это в агонии. В смысле? Полечить его надо. Что такое? А, все понятно. Так, обезвоживание, голод. Голод. Все хорошо. Долорус и Тимми заядлые книголюбы. А еще они любят веселиться и мериться удалей. Но только если речь не идет о радиации или риске быть единым енотом-мутантом. Именно поэтому они решили устроить состязание, кто быстрее прочет энциклопедию для скаутов. Во дают. Разрешим им? Конечно, да. Читайте. Ток не порвите, пожалуйста, в своем соревновательном рвении, так скажем. Сейчас они начнут соревноваться и как порвут. Скорее всего, они ее порвали. Она вот тут стояла. Да. Ну и ну, порвали... Блядь. Порвали книгу, как тузик-грелку. Теперь не получится определить, кто выиграл. Впрочем, Долорус и Тимми, похоже, все равно остались довольны. Может, эта книга не такая уж и большая плата за счастье, пускай и кратковременная. Когда Тед голоден, у него рчит живо. Давай посмотрим, что у него там мурчит. Время раздавать запасы. Усталость, голод. 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 Все хорошо у вас. Очень нелегко удержать себя в руках в такой ситуации. Надеемся, мы сможем сохранить внутреннее спокойствие. Или нам придется жить по закону джунглей, где выживает сильнейший. Да, я тоже так думаю. Нам при... Так, сейчас уж так. Ай-яй-яй-яй. Что произошло? Иногда мы совсем раскисаем. Мы должны взять себя в руки и мыслить позитивно. Военные уже на подходе. Хорошо. Голодание, жажда, усталость. Голодание. К нам на огонек заглянул неряшливый торговец с потрепанной сумкой на плечо. Он предложил заключить простую разовую сделку. Моему банку супу. Он нам свой мешок со всем его содержимым. Мы ничего не можем посмотреть. Так, там будет кот. И кота мы в конце покормим. Возможно, он что-то нам даст. Оно вернулось. Чудная девка вернулась. И котик, кстати, пришел. Как только за торговцем закрылась дверь. Короче, да, к нам пришел кот. Мэри Джейн вернулась и принесла нам две банки супа. Что это было? Птица, брокер, ремонтник велосипедов? А, ремонтник велосипедов? Нет, это сброс гуманитарной помощи. Пришло время покинуть убежище и отправиться на поиски поставок. Одна из коробок с едой раскрылась прямо в воздухе. И теперь с неба падает суп. Нам повезло, что парабан пережила падение. Плюс противогаз, плюс две бутылки воды. Похоже, транспортное средство, что мы заметили. Кто-то ремонтирует. Мы немного понаблюдали за ним издалека. Интересно, чье оно? Мы не рискнули подойти в этот раз. Но надо будет взглянуть в него поближе. Кто знает, может быть, это наш шанс вырваться наружу. ТЭЦ все еще чувствует сильную усталость. Хорошо. Короче, голод, истощение, усталость. На, водички попей. Ты заслужила. Жажда, голод, обезвоживание, голод, истощение. На, поешься и попей. Обезвоживание, голодание. И ты тоже поешь, попей. Дальше. На поверхность пойдет Долорес, конечно же, потому что она... Нет, Тимми пойдет на поверхность в противогазе. Обнаружен предатель. Хотя найденные Тимми комиксы по большей части представляют из себя обезобидные научно-фантастические рассказы, некоторые из них прославляют не бравых, астронавтов-участников астрогражданской программы, а космонавтов. Мальчик повелся на советскую пропаганду и как ему не стыдно, может, нам стоит выгнать Тимми в пусто же за предательство Родины и поскорее избавиться от таких гадких книжонок. Нет, конечно, что, дурак, что ли? Что у тебя плохого Тимми сделал? Тимми сейчас... Опа! Тимми сейчас на вылазку пойдет. Кто тут чихает? Это вот эта вот, сопливая? Надеюсь, что она. Мы великодушно позволили Тимми остаться в убежище, несмотря на его проступок. Надеемся, теперь он исправится. А что касается этих пропагандистских книжек, у нас как раз заканчивается туалетная бумага. Угу. Хорошо. Усталость, истощение, голод. Голод, обезвоживание. Истощение, голодание. На, поешь. Обезвоживания нет? Нет. Голод. Ничего страшного. Тимми отправляется в пустоши. До свидания, Тимми. Возможно, он вернется. 25-й день, и мы на этом заканчиваем. Потому что, ну, уже хватит. Спасибо большое за просмотр. Обязательно комментируй. Обязательно подписывайся. И обязательно лайк поставь. Ну, что, тебе жалко, что ли? И увидимся с тобой в следующей серии. Можно сказать, в другой концовке. Возможно, а возможно, нет. И всем пока.